Гильдии Baby Yoda Will Burn the Galaxy требуются крития от 75 уровня, готовы качаться по рекомендации и сдавать каждый день 600 энергии. Подробности по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Снова, здорово, дамы и господа, на связи Влад и канал Freeson Games. У нас Звездные войны и Галактика Героев и сегодня у нас будет межгалактическая жопа. Под межгалактической жопой я подразумеваю, безусловно, противника, а не что-либо еще, чтобы у вас не было каких-то непоняток. И да, сегодня здесь я, скажем так, благодарю Ромку Freeson Games за то, что он отыграл и победил, на секундочку, предыдущую великую арену у меня на моем аккаунте. Теперь время ему платить тем же. Тем более, что противник довольно-таки серьезный, несмотря на его ник, у него чистая атака была. 2130 тягов, чтобы вы понимали, это очень чисто. Значит, он не просто нигде не зафейлил, но и еще очень чисто отыграл. Наверное, есть смысл... Посмотрите, проанализировать деф Ромке. Ну, в принципе, у него... Очень нестандартный деф, по идее, должен быть стяговымманивающий. Опять же, если противник взял много в атаку и хорошо играет, получается, что он тут не нафейлил. Не самый лучший пачки, на самом деле, тем более лидер Торсидиус. Почему, непонятно. Я бы Ромке порекомендовал немного другой деф немного поменять, чтобы он был более уверен, потому что это проходится, ну, просто на зубок. И с такой... С таким дефом, да, приходится играть... Скажем так, приходится играть очень чисто в атаке или же, опять же, победа или смерть, как говорится. Ну, здесь, в принципе, у противника, опять же, деф нормальный, нормально получше будет. И, опять же, как я говорил, нужно закрывать все по максимуму на 60 стягов. Давайте для начала откроем задницу противнику. Да, с таким ником, конечно, это звучит не очень позитивно. Ну, ладно, это зато тематично. Давайте посмотрим, что, опять же, у Ромы есть в атаке. Нам нужно 7 хороших пачек. Это Палпатин, это Древан с Малаком. Причем, я думаю, что, опять же, на этом дивизионе можно вполне даже Малак использовать где-то как соло-пачку. Может быть, даже на этих парнях. Хотя на ней желтненькие. Они могут, как бы, и дать просраться, на самом деле. Но я не думаю, что здесь будет какая-то проблема. Опять же, все зависит от моддинга. В принципе, насколько правильные модели у Малака. Ну, у него, опять же, столько СХП. В принципе, жира, я так понимаю, у него много. Да, 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 так и есть. Скорость нормальная, поэтому я думаю, что проблем никакой не будет. Можно пойти сюда соло-малаком. Также точно у нас, опять же, две пачки. Это Империя Ситхов, это Палпатин, это Вейдер. Наверняка он там с Тамбором... Ну, я проверю еще, конечно же. Жуки, получается. Среван. Штурмы. Штурмы, штурмы, штурмы. В общем, я так и хотел к этому кампу за штурмов, что, в общем, так не самый популярный вариант пачки. Но все равно, кстати, выиграл на максимум стягов. На 60. Угу. У него гидон не подкачан, я понял. И нет еще одного ключевого персонажа. То есть, либо патрульный, либо шест, либо бэша. Понятно, почему за них он не играет. Так, опять же, повторюсь, Палпатин, Древан, Вейдер, Жуки, Среван, Трея. Ну, вот, как бы, и, 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 и. Это все сейчас так к Сревану относится. И все получается. Ну, да. И одну пачку, видимо, он рассчитывает забирать Малаком. Ну, ладно. Тогда пойдем Малаком, наверное, сюда. Я думаю, это единственный верный вариант. Сюда пойдем, наверное, за, вдвоем, за Тримверат. Я думаю, это сейчас будет самый верный вариант по стягам. Для того, чтобы просто мы открыли задние линии, чтобы мы понимали, что где, куда, как. Я думаю, этого более чем хватит. Да, поехали. Так, скорость, естественно, меняем. Для начала нам нужно создать эту старейшину. Потому что он, здесь самая большая проблема. Он в арт-двере школу хода. Он воскрешает. В принципе, без него удобно. Он не любит этот эффект. Когда эффекта скрывается. Потому что, опять же, иногда он скрывает очень важные эффекты, от которых зависит судьба. Кстати, страх он спрятал не того персонажа абсолютно. Если бы он спрятал бы... Ага, понимаю. Если бы он спрятал бы встреч, то было бы лучше. Для них. Для эвоков, безусловно. Не для меня. Так, хорошо. А, совсем улыбка. Все, хорошо. Теперь мы легко забираем эту пачку. Надо не забывать, опять же, что мы особый... Угу. Мажем. В принципе, выкид для нас вторая проблема. Но, опять же, мы можем просто поснимать, там, поубивать. Сейчас, когда мы разгонимся по... Ульте. На этом битва закончится. Но, опять же, продолжим усолить Викета. Как вторую ключевую силу, уменьшающую для нас. Ну, да, опять же. У Рома хороший моддинг на... Кайна... Фу, такая, извиняюсь. На Малаки, что позволяет такие пачки, в принципе, раскалывать. Ну, видимо, поэтому у него и пачек меньше. Но, опять же, странно. С таким дефом, то есть, и получается, что у него... Так, сейчас... С таким дефом, получается, у него... Просто некого ставить... Точнее, с такой атакой, мы некому ставить деф. У него, по сути, в атаке-то не хватает одной пачки. Вот. И... Вот, настолько впритык мы идем в атаке. Не знаю. Честно говоря... Ну, хотя, опять же, можно джедайв разбить на 2-3 ада. В принципе, не страшно. Ладно. Здесь позавляем на 64. Видимо, примерно так же играл противник. Забирая кого-то, наверное, малоком. Здесь, опять же, мы, наверное, пойдем триумфератом. В принципе, с жолотым жуком не так страшно. Модинг здесь правильный. Здоровье. Фо-фо-фо-фо. Как неправильно. Здесь должен быть триугольник на КУ. Обязательно. Крест в идеале на атаку, безусловно. Но, опять же, можно и так. Такими параметрами триумферат вообще его разберет на раз-два. Без каких-либо проблем. Опять же, там сверху КЛС. КЛС. Без Чупио, без Стрипио. Не страшно. Даже за Палпатина, наверное, Соло сможем забрать. Сестры ночи. Сестры ночи. Древо нам, думаю. Даже тамбаром, наверное, легко заберутся. Короче, да. Смотрим, что сзади. В первую очередь. Здесь, наверное, нам хватит двух персонажей. Тем более, насколько я знаю, у него... В ромке. Хорошая, приятная Трея. Да? Да. Да. Реликтовы. Уже хорошо. Насколько правильно здесь модули. Шанс крита. Зачем? Скорости ради. Того не стоит. Лучше сделать 277, допустим, скорости. Но дать на защиту. Или на здоровье. Потому что она здесь может откиснуть, когда не нужно. Шанс крита. Что же у нас у Сиона? Сиона у нас... Сиона почему-то, кстати, не в скорость. Трея быстрее, чем Сиона. Неправильный моддинг, в первую очередь. Ну ладно, я думаю, что они справятся. Приспись Сиона довольно-таки жирненькие. Трея тоже. Откиснуть не должны. Опять же, Нихилуса берут, когда против Жуков, когда Жуки сильнее. Когда нужно отыграть от того, что... Может, они накладывают много дебафов. Ты можешь, типа, не ходить. И так далее. И так подобное. Здесь с этим должно быть проще. Правда, вот, видите, Сиона не хочет на нас ходить. С Трея у нас чувствует кисни с такими темпами. Нет, хорошо. Опять же, здесь все ок. За счет неплохой скорости. Но опять же, был бы Сиона быстрее, было бы намного лучше, понимаете? Был бы намного лучше. Так, мы здесь, по идее, должны просто убивать альфа. Потому что, опять же, красная Трея. В чем преимущество? Что у нее очень много урона. И это позволяет нам очень эффективно играть. Хорошо. Так, можно даже попробовать затянуть бой, на самом деле. Потому что, опять же, они желтенькие. Проблемы не должны доставлять. Для того, чтобы мы Сиона отрегинили защиту. Это будет плюс один стяг. Можем попробовать. Опять же, кидаем сюда. В принципе, мы не откатили, к сожалению, способность. А, да. Ага. Надо успеть. Не успеваем. Наверное. Да. Сначала я даю способность. Потом я дам ульту, чтобы откатить еще на один ход. Но я, скорее всего, все же не успею. Мне кажется. Там сам факт не настолько жирно, чтобы дать нам столько времени. Хотя... Мы больно уложили. Опять же, там еще будет один ход откат. Поэтому я его не использую. Я попробую потом откатить. Вдруг успеем. Нет, не успеем. Еще два хода целых. Просто не хватит. Никак. О, да. Был бы вот чуть-чуть. Еще совсем немного. Я думаю, как раз бы успел бы откатить ему еще на один. Чтобы он отрегинил себе на максимум защиту. Было бы 62 стяга. Нам здесь стяги очень важны. Потому что противник, я помню, очень чисто отыграл. Угу. Гривус. Гривус и картона сидит. Сзади у нас получается. Гривус сам по себе желтый. Но все дроиды у него красные. Интересное, конечно же, решение. Тогда нам здесь не так страшен Гривус. Поем его молюет. Но идти мы здесь... Идти здесь придется кем-то другим, наверное. Тем более здесь 3D. Поэтому идти, допустим, Палпатином. Будет опасненько. Я слышал, что Ромафайлет на Гривусе. И на самом деле не мудрено. Потому что Палпатин не очень комфортно разбирает Гривуса. Даже больше скажу. Гривус является контроль Палпатину. В правильном составе. Даже с Малаком буквально сегодня побеждал. Так, ну это пачка на зубок. Идти Древаном. Опять же. В чем минус Древан? Это рандом, во-первых. А во-вторых, это грязно по стягам. Тем более, что мы уже не имеем Малака. Без Малака еще будет сложнее. В принципе, на самом деле, можно пойти Вейдером. Насколько он, опять же, у Рома быстрый. Правильный модуль, залог успеха. 256 скорости. В принципе, неплохо. Гривус для нас особо там не страшен. В желтом тире он быстренько умрет. Даже, думаю, без Крита мы сможем его разобрать. А дальше они не будут для вас большой проблемой, я думаю. Мы, наверное, кинем В1 в раскол. У него здесь здоровье. 50 тысяч. Да, я думаю, так заберем его за Вейдера. Так. А, тогда нужно сделать план атаки. Здесь я, наверное, пойду за Древана. Не думаю, что это будет какой-то проблемой. Стану мы не боимся. И Переситхов. Значит, Палпатином мы тогда... Сюда? Не хочется сюда идти Палпатином. Угу. Вейдером мы тогда пойдем, наверное, на Гривуса. Нет, можно пойти Палпатином на Гривуса, на самом деле. Но это будет грязновато по стягам. А нам нельзя грязно по стягам играть. Опять же, это будет с Ватом. С Ватом я уже не смогу эффективно бить сестер. Здесь желтенький с Реван. Поэтому Гривус он точно не потянет. Жуки же здесь, да? Нормальные, по-моему. Ну да, в принципе, красный Альф. Альф, извиня, шпион. Здесь видите, лидер Талзен. Лидер Талзен это плохо, когда жуки есть. Точнее, набор с жуками тяжело, когда лидер Талзен. Еще и с духом. Высок шанс проиграть. Тем более, там нужны хорошие модули на жуках. Я в этом не уверен, если честно. Вообще, карта мы в расчет не берем. Она слабая. Ну, на самом деле. Можно рискнуть. И пойти... За... Товарища Императора. На... На этого. На Гривуса. Но... Боюсь просто, что скорости не хватит. Там же Дреддека, понимаете? Дреддека я просто не атаковал. Я не знаю. Насколько это будет эффективно. Она может... Хотя, ходов уже много не будет. Она много не настакает, по идее. Может своровать много защиты. Защиты. Из этого будет тяжело. Из этого будет тяжело. Так, допустим. Сюда Импери Ситхов. Сюда, допустим, будет... Ну, без Тамбара выдр. Опять же, плохо. Кем нам идти без Тамбара? Ну, точнее, на сестер. Рисковать с Жуками не хочется. С Реваном. За Среваном киснуть может против лидера Талсен. Уже больше, когда Метас Ревана только появилась. Она была такой, довольно-таки проблематичной. Жуками под Талсеном бывали с Ревана. Это была одна из двух контр-отрядов для Сревана. Больше-то особо-то атаковать и нечем. Там дальше, смотрите, опять же, нечего. Вот тебе и вот. Были бы, опять же, штурмы получше прокачаны. Можно было бы штурмами пойти. Но штурмы, как вы видите, здесь в не самой лучшей кондиции. Тем более, я не уверен в модулях. Они должны еще и обгонять 270. Не думаю, что лучше у Старка того же самого. Нет, Зет и есть. 268. Можно под штурмами с Вейдером, на самом деле. Звучит интересно. Опять же, скорости. Не нужно обогнать сестер ночи. Какие у них скорости? 215 плюс 60. Блин, она, по-моему, обгонит. 235 не страшно. Здесь у нас 245. Плюс 10, 255. Ну, в принципе, да, не обгоняет. 251 плюс 10. 261, опять же, не обгоняет. 268 у нас было. Здесь, вот смотрите, у него уникалка дает просто скорость за каждого противника без положительных эффектов. И плюс 10 от разницы лидерок. Потому что сейчас все страдают лидерок от 10-30 скорости. Стурмы 20 скорости дают. Итого. 5 на 15. Это у нас будет 70. 6-5. 6-5, 7-5. Чуть-чуть, что-то насчитал. 6-5. Итого, это будет 80-10-90 скорости. Да, к сожалению, Саша нас обгонит всех. Просто, опять же, что оно походит первым ходом. Либо эффекты. Ах, какие эффекты она снимет? Хотя Вейдер у нас походит быстрее, по идее. Он всех разгонит. Да, нормальный вариант. Мне нравятся. Штормы с Вейдером. Наверное, так мы и сделаем. Теперь же туда вопрос. Не проиграть за Гриуса. У него защиты немного. Палпатина мы, опять же, можем его взять. Что-то ворвать нечего, блин. А кого здесь защиты, наверное, много, да? Я тут лучше на Б1 кидать. Потому что он будет постоянно ходить. Давайте попробуем сделать так. Вот, наверное, это будет лучший вариант. Если я проиграю, не знаю. С меня, Роме, пиво. Саппортистов возьмем, наверное, для того, чтобы быть более уверенными в победе. И Гривус. И его сбивать не будет. Дадека может от этого убить. Кинуть нас. Просто боюсь, что без Тамбара мы просто откиснем. Тогда против сестер будет проблема. Я могу убить легко отче сестер Вейдером с Тамбаром. Не буду рисковать. Риск, дело. В данном случае, в данном случае, в данной ситуации неблагородное. МДД технология, чтобы успеть походить, наверное. Или, может быть, и так вот сделаем. Оли не здоровья и защита. Нет. И Гривусом мы не боимся. У него урона мало. Хотя. Может, так Игривусом. Я, наверное, Б-диткин, чтобы быстрее ульту набить. Мы туда ее набьем просто моментально вообще. Угу, 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 угу. Накинули сюда добавчик. Хорошо. Боже, как она бьет больно. Как она больно бьет. Дородека. И на каждый раз приходит поддержку. Мне сейчас прийти в поддержку, знаете какой? Да, 30%. Сколько здесь было, раз было 30%? И я к себе не принадлежил. Ой, боже мой, что я сделал? Почему не нагрелся кинул? Он слишком быстро вымер. Так, хорошо. Важим сюда. Надеюсь, что я успею вытянуть у них защиту. Да, походу проиграл. Да, похилится от Гривуса. Надо похилиться от Гривуса. И одного хода не хватило. И я проиграл. Боже мой, что я сделал? Надо было другую технологию накидать. Надо было кидать в другую технологию. Не хватило мне здесь потенциала. Она очень часто приходила в поддержку. Очень часто. Очень часто приходила в поддержку. Я просто проиграл. Сделал то же самое, что сделал Рома. Да. Ну, в смысле, Рома тоже проиграл на полпотень. Я только это имею в виду. Да, здесь мы, конечно, уже за стягами не угонимся. Ну, иду по предыдущему плану. Хотя бы проверить, насколько я был прав. Насколько я был прав. Блин, очень обидно, конечно, за Рому. Очень обидно. Очень глупую ошибку я сделал. И в итоге я ему сейчас всю ВАшку залил. Очень, очень плохо. Он будет недоволен. Ладно, это забава-забава-ягу. Ой, хорошо. Ничего, хорошо. Здесь, кстати, нету. Абсолютно. Да, я опять почему-то не накинул страх. Да уж. Какой я молодец. Сделал такую глупую ошибку вообще. И здесь минус тяги. Боже мой. Что же я наделал? Что я наделал просто? То есть. Не просчитал. Ну, ладно, я пойду здесь тактикой, которую я планировал. Но, опять же, вопрос, насколько она получится. Насколько она пройдет. Даже мне самому стало интересно. На самом деле. Страун. Ну, давайте пробуем без травуна. Уже не знаю. С тягом-то я уже точно не вывезу. Там очень чисто противник закрыл. Очень чисто. С тягом мы просто не возьмем. Интересно, как. Так, ну, здесь мы должны, в принципе, накинуть даки. Также накидываем шкалу хода. Полтит от сюда, сюда, сюда. Да, тактика сработала. Хорошо. Здесь мы просчитали, конечно, правильно. Так, что меня тоже по стягам не спасет. Ну, здесь можно пойти, на самом деле, таким угодно. Здесь, в принципе, с реван норм справится. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Пойдем с реваном. Жуки норм справится. Пойдем с реваном четвером. Четвером, безусловно, потому что... Да, мало ли. Может, все-таки по стягам рано расстраиваться. Мы очень чисто проходим. Ну, хотя... Блин, нет, там слишком много стягов. Получено уже слишком много. Не та ситуация, банально. Так, здесь мы их просаживаем, потому что мы все равно ход получим. Ой, к сожалению. И немножко неправильно я походил. Сейчас у нас босс куда-то походит. Ну, не страшно. Я это смогу остановить. Думаю. Как быстро у нас сделался контракт. Как интересно. Какой я, в скобочках, не молодец, опять же. Да. Здесь он, конечно, жирный. Но нам это вообще абсолютно никак не мешает. То, что он жирный. Опять же, бастила скорее всего не успеет. А, не успела походить бастила. Хорошо. То есть мы тут, опять же, как-никак немножко сможем подтянуться. Да нет, я думаю, что ее успеет. Здесь отрегинит стяги. Опять же, здесь очень жирный боск. Думаю, мне хватит времени приземлив поддержку всех раскатать. Главное сейчас бомбу быстренько убить, потому что он бьет через эффекты. И это будет очень сильно нам мешать. Опять же так вот. Добьем через него. Хорошо. Уже как больно по призывам поддержку получается. Нормально, нормально, нормально. Мы сейчас отрегинемся. Ну, хватит времени. Ну, вот как раз все. Максим стягов. Мы прошли. Так, так, так. Окей, 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 окей. Блоход у нас, естественно, не порежется здесь, потому что... Потому что стойкость у них от лидерки. Так, хорошо. Здесь мы справились. Во-первых, мы закрыли. Что там по флоту у нас? На самом деле, давайте мы, допустим, посчитаем. Какие тут флоты вообще? Что в раму в атаке? ГК и Гриус. Ага. То есть, допустим, если мы закроем... Все чисто. 180 получится. Минус, допустим, 66. Минус 66. 7 на 2. Кстати, у нас еще есть шансов на победу. Если мы закроем очень чисто флот, шансов на победу есть. Какой здесь Акбар? В реликах, не в реликах? Желтенький Акбар. А эти парни у нас... Ну, там в реликах, а второй нет. В принципе, если мы... А, Гриус здесь. Закроем чисто. Зачем черт не шутит? А вдруг потенциала хватит? Опять же, заходим максимально мало. Для того, чтобы выиграть максимум сягов. Если мы закроем оба флота на 66, шансы есть. Даже несмотря на его чистую игру. Опять же, Гриус очаги. Это закрыть нужно. А, нет. Не получится там уже закрыть на максимум. Нет. К сожалению, не получится уже. Неправильно посчитал. Там я же зафейлил уже. Да. Уже никак не по стягам не получится закрыть. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Ну да. Здесь уже все. Тяговые монстры. Справились. Шансы не дали на ошибку. Просто противник. Молодец. Межгалактическая жопа. Молодец. Справилась она отлично. Закрыл хорошечно. Закрыл хорошечно. Без ошибок. Максимально чистенько. Да. Сейчас еще один подкрепл. Потому что не хватает нам потенциала его забрать. Не успеваем. Мы отдаем досмассовку. Нет. Ксмассовку не дал. Это дает небольшой шанс. Нам по стягам не могут отыграться. Если мы сейчас успеем отыграться здесь. Вот так вот. Буду шкалу хода залить. Чтобы было побольше. Давайте его наверное. Ему на разольем. Если мы походим. Да. Мы походим. 66. 66. Ну да. Как мы рассчитывали. Здесь нам нужно пройти тогда. Ну не знаю. Просто. Ага. Здесь Энакин недокачанный. Мать честная. Элитовые. Ну типа. Если мы сделаем здесь быстренький. Большой разгон. А вот да получится. Где скиллы-то все УГК прокачаны? Нет. Не все прокачаны скиллы УГК. Ну опять же. Здесь еще минус один стяг за последний слот. То есть за то, что не полностью. Прокачан. Сказать правильно. И к чему еще без танка идем? Ну опять же. Это все чисто ЙОЛО. Надежда на то, что мы сможем его супер быстро закрыть. Массовочка прошла. Ну да. Немного не по пути. Скажем так нам. Если мы конечно сможем здесь массовочка забрать. Добрать. Обоих. Получилось. Это 61-я ГОНЕЦ. Все. На этом как говорится все. Тут мы уже никак не доберем. Слишком чисто противник прошел. Нам просто не дали шанс на ошибку. Так. Сейчас. Секундочку. Ну да. Ну да. Все верно. Нам нужно чтобы победить пройти 2 на 57. То есть смотрите. Мне нужно было пройти 2 на 57. Если бы я не зафейлил. То было бы норм. То есть атак я сюда. Ну допустим пошел бы там жуками. Например. Там. 2-3 жука. Было бы ок. Атак нет. Безусловно. Нет. Здесь нужно какой-нибудь самфак. Нет. Солдат. Альфаш тоже может диспейлить. Атаками. Причем. Не знаю как Ромка будет ржать. Наверное с этого Дика. С того что я проиграл Палпатином. Типа. Типа то же самое что было у него. Буквально совсем недавно. Да. Это было бы. Забавно. Ну да. Мы здесь конечно. Мы-то вот по стягам то вернем здесь. Пойдем то чисто. Но проблема в том что нам этого не хватит. Да. К сожалению. К сожалению. Я думаю мы даже так здесь справимся. Даже ничего лишнего брать не будем. Ну хотя бы Таргена возьмем. Чисто для. Для дебафов в школу хода. Здесь-то проблема не в Гривусе абсолютно. Здесь проблема. Даже знаете что проблема в том что Гривусе здесь желтый. Даже вот так вот я скажу. Почему? Потому что из-за этого мы не смогли у него украсть достаточно защиты. Для того чтобы забить. И мы очень быстро на Палпатине умерли. Опять же из-за этого. Только лишь из-за этого. Там по себе видите он особо не доставляет проблем. Он всего 6 тысяч наносит. Но вот эта проблема. Тем что он не дал нам защита. Она нам очень дорого обойдется. Да. Безусловно. И может быть даже. Да нет. Куда там. Все равно. Все равно. Все равно. Ничего мы тут даже не подрегеним. Да. Ну что могу сказать. Я извиняюсь за прогреш у Ромы. Будет для меня уроком. Не спешите думать больше. Чем. Ты выиграл видите. Разница. 20 тягов как раз. Выиграл бы если бы не зафейдил. Да. Еще один урок. Что не стоит спешить. Не стоит недооценивать противника. Всегда нужно играть до конца. Вам всем всего наилучшего. Еще раз извиняюсь за прогреш у Ромы. А в империи. И да пребудет с вами искусство войны. Редактор субтитров А.Семкин